Добрый день, уважаемые коллеги! Я, как всегда, рад вас приветствовать на нашем новом вебинаре, на втором вебинаре нашей вебинарной недели. И первом вебинаре из моего короткого цикла из двух вебинаров, посвященному учебному тексту как медиа. Прежде чем начать наш сегодняшний вебинар, я, как всегда, обращаю внимание на две ссылки, которые размещены в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на наш сайт, на его главную страницу с расписанием. И на этом сайте вы можете зарегистрироваться на любой вебинар вплоть до июня месяца 2018 года заранее, а также посмотреть записи всех наших предыдущих вебинаров этого года. Вторая ссылка ведет на наш канал на YouTube, на котором расположено уже около 270 записей наших предыдущих вебинаров. И говорит о том, что этот вебинар тоже записывается, и его вы сможете найти там же через некоторое время в конце этой недели, если быть более точным. Ну и давайте я вам проанонсирую два следующих вебинара. Сейчас помещу в чат ссылки на них. Так, одну минуту сделаю. Красный цвет. Вот эти два вебинара. Первый из них состоится послезавтра. Завтра у нас будет перерыв коротенький. Послезавтра будет продолжение этого вебинара. По сути дела, продолжение темы, связанной с текстом. Будет называться вебинар «Работаем с новыми формами, структурами текста». Так что, кто сюда пришел, самое время сейчас зарегистрироваться на второй вебинар, чтобы получить комплексное представление об учебном тексте. Второй вебинар нашей постоянной ведущей, Татьяны Телегиной, она продолжает свой мини-цикл «Библиография для библиографов». И, прошу прощения, пятничный ее вебинар будет посвящен теме «Библиография в помощь преподавателю». Так что, тоже регистрируйтесь, если эта тема вам интересна. Ну что ж, а мы приступаем к нашей сегодняшней теме и поговорим сегодня о тексте. Ну, вообще говоря, не только в учебном мире, но и вообще в мире существует два взгляда на текст. Ну и у нас, у преподавателей, у тех, кто имеет отношение к образованию, это тоже распространено. Две такие крайности имеют место быть. Во-первых, да, ну почему они вообще появились? Потому что в последнее время происходит революция медиаформатов и вообще революция медиа, которая перевернула все наши представления о том, что хорошо и что плохо при публикации какого-то контента, в том числе учебного контента. Вот, люди стали читать короче, люди стали читать по-другому, у людей стало появляться больше соблазнов переключаться на другие приложения и так далее, и так далее. Ну, не буду подробно об этом говорить. Поэтому, так вот, эти две крайности заключаются в следующем. Назовем их так. Консервативное заблуждение и прогрессивное заблуждение. Консервативное заблуждение состоит в том, что ничего не изменилось. Текст как был, так и остается одним и чуть ли не единственным медиа, которые надо развивать. И всю учебную информацию достаточно дать текстам, ну, может быть, с каким-то небольшой примесью иллюстраций, и все будет хорошо, ничего больше-то, собственно, не надо. Это, конечно, не так. Вот по той причине, которую я объяснил, что люди сейчас длинные тексты не читают, и вообще время другое. То, что было возможно 10 лет назад, сейчас невозможно. Или, точнее, это возможно только в некоторых особых областях, областях, когда вы печатаете учебник по старинке на бумаге, ну, или копию этого учебника перевете, например, в ЭБС в электронном виде. Вот, это работает, когда этот учебник это работает, но в ограниченном масштабе. Когда вы изначально ставите своей целью публиковаться в электронной среде, вам надо подумать о чем-то большем, чем текст. Ну, и противоположное прогрессивское заблуждение заключается в том, что текст полностью сдал свои позиции, что новые медиа рулят, что видео, звук, интерактивность, они заменяют все это легко. Тексту остается только вспомогательная роль связи между этими различными медиа. Это такое вот прогрессивство мультимедиа, иногда вот так вот говорят. На самом деле это тоже не так. Текст остается одним из главных медиа в наборе наших медиаресурсов среди видео, звуков, интерактивностей, гипертекста, структурирования и прочее. Он занимает свое достаточно прочное место. Он остается одним из ведущих медиа для обучения. Но при этом, конечно, его связи с другими медиа изменяются, они становятся более глубокими, и все медиа начинают интегрироваться друг в друга. Да, ну, вот. Что там будет происходить в будущем, не совсем понятно, но мое мнение такое, что роль текста понижаться не будет, но будет повышаться возможности его интеграции в другие медиа самыми различными способами, которые мы подчас сейчас не можем предугадать. Вот. Ну, как раз по поводу этой интеграции будет второй наш вебинар, а сегодня мы поговорим о различных вещах, которые определяются формой этого текста. О чем наша сегодняшняя тема? Точнее, не сегодняшняя, а большая. Та, которая включает сегодняшний вебинар и следующий. Вот здесь я перечислил несколько базовых вопросов, которые мы сегодня попытаемся поднять, сегодня и послезавтра. Как использовать текст по-новому, чтобы уйти от скучных курсов инструкции? К сожалению, те, кто работает в области электронного обучения, знают, что вот эти курсы инструкции, которые сделаны либо по незнанию, либо просто по тому, что люди не умеют делать по-другому, либо по отсутствию ресурсов, которые просто состоят из оглавления и текстов. И вроде бы это уже курс электронный, а не электронный учебник. Вот это, конечно, совершенно не курс, и эти электронные курсы не достигают своей цели. Следующий вопрос. Как структурировать учебный текст, чтобы он мотивировал к учебе? Вот третий пункт уже имеет отношение к нашему сегодняшнему, конкретно к сегодняшнему рассмотрению. Как оформлять текст, чтобы у слушателей не возникло желание покинуть ваш курс через секунду после первого взгляда на его первую страницу. Ну, тут так немножко преувеличено, метафорично, но, тем не менее, примерно соответствует действительности. И вот тоже наша сегодняшняя тема. Что такое электронная типографика и как ее использовать в своих интересах. Остальные темы тоже на следующем занятии рассмотрим. Как интегрировать текст с другими медиа? Какие дополнительные смыслы можно передать через текст? Дополнительные я имею в виду, кроме тех, которые по смыслу в нем и так вложены. На самом деле, через текст, через его параметры можно передать еще многое другое. И какова роль текста в современном контентном строительстве? Вот это вот то, что мы рассмотрим на следующем вебинаре. Вот такая вот метафора. Все, наверное, помнят, откуда это. Это из фильма «Матрица». Фильм «Матрица» рассказывает о не очень далеком будущем, об одном из вариантов развития будущего. Все там построено на виртуализации разных продвинутых видов медиа и так далее. Тем не менее, для метафоры авторы фильма подобрали вот такой вот интересный рисунок. Ну, здесь рисунок, на самом деле это видео. Падающие в виде струй дождя буквочки, какие-то кусочки текста. То есть, все-таки, несмотря на то, что речь идет о будущем и о таких продвинутых технологиях, речь идет о том, что текст продолжает являться для нас тем символом, который, собственно, и позволяет нам обратиться к вот этой вот метафоре, да, даже в будущем. Так, по презентацию вопрос. Презентация скачивается из окошка ресурсы, которое находится справа от презентации. Если этого окошка там нет, значит, нажмите на кнопочку в правом верхнем углу с изображением папки, и оно появится. И тогда можно будет скачать презентацию. И кое-что еще, о чем я вам расскажу попозже. Вот, сегодня мы поговорим о вот этом. Только о вот этом. Но это требует достаточно серьезного рассмотрения. Вот, поэтому, хотя бы потому, что большинство преподавателей, которые стремятся стать авторами, об этом либо не знают, либо пренебрегают этими правилами. А все остальное рассмотрим на следующем нашем вебинаре. Итак, поговорим сегодня о типографике. Вот два неопределения, а две фразы о типографике, такие контекстные фразы, которые, может быть, даже лучше определения, что же такое типографика. Я позволю себе зачитать их, хотя не очень люблю читать со слайда и не рекомендую это делать своим слушателям. Тем не менее, это вот такие вот цитаты, поэтому их зачитаем. Типографика – это модный термин, под которым подразумеваются способы красивого визуального отображения слов. Хорошая типографика удерживает внимание учащегося и подталкивает его к прочтению всего этого крутого контента. Плохая типографика вдруг напоминает учащемуся, что он забыл проверить новости на Facebook или в другом сайте, и что это нужно сделать прямо сейчас. Ну вот не в бровь, а в глаз. То есть, прямое напоминание о том, что не думайте о форме своего текста, не думайте о типографике, и не думайте, что вас тогда прочтут. То есть, вы будете просто... Ваш текст будет существовать отдельно, а ваши учащиеся будут существовать отдельно, потому что ваш текст читать нудно, неприятно и так далее, вне зависимости от того, что там написано. Ну и второе определение, или точнее вторая цитата – это о том, что хорошая типографика незаметна, а плохая типографика повсюду. Что значит хорошая типографика незаметна? Ну это, наверное, общая фраза, которая определяет вообще дизайн, например. То, что мы не видим, то, что нам удобно. Это и есть хороший дизайн. Это не там, где много красивостей, каких-то завиточков, плюшечек и так далее. А то, что мы не видим, как воздух. Вот воздух мы не видим, но дышим им, и не чувствуем его запаха. Но он очень нужен нам. Вот то же самое можно сказать про хороший дизайн, и, в частности, про хорошую типографику. Если, когда вы читаете текст, вы не чувствуете никакого дополнительного запаха, сильного, неприятного, условно говоря, метафорически, то этот текст хороший. Вы просто его читаете и проникаете непосредственно в тот смысл, который в этом тексте создан. А если же вы постоянно сбиваетесь, что-то вам не так, что-то глаз у вас ломается от строка очень длинная, или межстрочное расстояние очень маленькое, или, наоборот, очень большое, то у вас возникает внутри протест против чтения этого текста. И вы, в конце концов, из него, скорее всего, уйдете и не будете читать, если только над вами не стоит какой-то надсмотрщик, который заставляет этот текст читать. Ну и так, все-таки, по поводу типографики. Что это такое? Типографика – это все, что связано с формой текста, с геометрией его размещения на странице. В данном случае не только на странице, но на экране. То есть, понятие типографики из области, связанной с публикацией на бумаге, перешло в область экранной типографики. Экранная типографика немножко отличается от типографики бумажной, у нее есть свои нюансы, но, тем не менее, основные правила наработаны были еще в период работы с бумагой. Но смысл-то немножко по-другому. Если раньше вы же сами не издаете свою книгу, за редким исключением, вы отдаете ее в издательство, пусть даже это издательство небольшое, ваше вузовское издательство, все равно там работают специалисты. Эти специалисты знают, что надо сделать текстом, как его отредактировать, как его, в том числе, отверстать, чтобы это было более-менее разумно. Ну, конечно, иногда встречаются и такие специалисты по верстке, что лучше бы они не печатали книги, но будем все-таки считать, что это дело специалистов. В электронной типографике и тот момент, который мы рассматриваем, он другой. Вот вы автор, и вы хотите самостоятельно делать что-то в области электронного обучения. Вы не хотите связываться ни с программистами, ни с дизайнерами, ни с верстальщиками, потому что это все лишние деньги, либо вас будут пинать полгода и ничего не сделают. Вот, вы хотите все делать сами. Вывод, вы должны тогда и постичь какие-то правила типографики. То есть вам не обязательно становиться профессиональным верстальщиком, но кое-что вы должны знать, потому что без этого у вас ничего не получится. Поэтому вы должны знать следующее. Через форму текста автор передает важное сообщение читателям. И от этого сообщения зависит восприятие учебного материала. Как я уже говорил на предыдущем слайде, если что-то с формой не так, вы подаете очень плохое сообщение вашему читателю. Очень плохой знак. И ваш читатель становится к вашим смыслам жестким, не хочет их воспринимать. Через форму текста можно также передать и некий дополнительный смысл, не обязательно отрицательный. Можно передать положительный смысл и смысл, который несет в себе какую-то метафору визуальную, который побуждает вашего слушателя к каким-то недополнительным действиям, а что-то добавляет в ваши идеи. Это, конечно, очень тонкий момент, и использовать его надо очень дозированно. Мы чуть-чуть это тоже рассмотрим, когда будем говорить о выборе шрифтовых пар. Это можно сопоставить с таким, если мы уже говорили про аромат текста, с таким тонким ароматом духов. Не всегда это надо, но иногда это очень уместно. Ну и давайте про типографику еще покажем. Да, вот тут на примере текста, вот этого изображения, я хотел бы сказать, что текст, вообще говоря, вот мы просто печатаем текст, например, в Варде, не задумываясь над тем, насколько это сложный дизайнерский продукт и объект. Вообще говоря, надо иметь в виду, что дизайнер текста – это высшая категория дизайнера. Не многие могут быть дизайнером текста, прошу прощения, дизайнер шрифта. Немногие дизайнеры могут создавать новые шрифты. Это очень сложный продукт. У шрифта есть пара десятков различных параметров, которые влияют на его внешний вид, на результат, на читаемость и так далее. Это и размер шрифта, размер очка, так называемый, то есть соотношение маленькой буквы и большой буквы. Вот, например, только на том, что сделая очко шрифта больше, и при этом сохранив читабельность, в свое время был создан шрифт Кудряшовская энциклопедическая, который позволил при печати третьего издания Большой советской энциклопедии сократить количество томов на несколько. То есть сэкономить огромное количество бумаги и просто сократить величину этого, за счет сокращения величины текста. Вот, не ухудшая при этом читабельность, потому что это было требованием. Вот, расстояние между символами, которое называется трекингом. Есть особые расстояния между некоторыми парами символов, которые называются кернингом и так далее. Мы не будем эти все параметры рассматривать, это уже профессиональные параметры. Вот, поговорим немножко о другом. Да, вот тут вот это в большом формате показано примерно. Это только некоторые параметры текста, а их на самом деле гораздо больше. И тут я вам хочу посоветовать сразу вот эту полезную ссылку. Скачать не буду ее давать в чат, потому что сейчас не имеет смысла это открывать. Это хорошая статья из четырех глав состоящая. Общее время чтения где-то минут 45 час, может быть. Это единственная статья, которую я встретил в русскоязычном интернете, которая одновременно посвящена вопросам обучения и типографике. Обычно типографика рассматривается отдельно, и ленинг отдельно. А вот тут это все вместе, и это здорово. Поэтому почитать эту статью очень важно, и я вас призываю это потом сделать. Шрифт, прежде всего, характеризуется своей гарнитурой, или, говоря по-русски, начертанием шрифта. Начертания много разных. Они делятся на разные классы. Например, на классы шрифтов с засечками и прямых шрифтов. И третий класс, который выбивается из этих двух огромных классов, это акцидентные шрифты. Те шрифты, которые хороши для рекламы, хороши для плакатов, для некоторых заголовков, но не более того. Они красивые. У них есть экоэстетика такая, но они трудно читаемые. Вообще в шрифте действует такое правило. Чем более красивый шрифт, внешне красивый, смотрится на него и получаете удовольствие, тем он менее читабельный. Поэтому, как правило, все красивые шрифты, они выполняют роль вспомогательную, такую эстетическую роль заголовков или каких-то элементов на плакатах. А вот шрифты простые по своей форме, они выполняют роль основного текста. Шрифты имеет смысл выбирать парами. Дело в том, что... Ой, прошу прощения, что-то у меня тут... Так. Имеет смысл выбирать парами. Об этом мы сейчас поговорим, а пока об еще одной важной для нас важном параметре шрифта это насыщенность. Шрифт одного и того же начертания может иметь разную насыщенность. То есть, большее количество черного на единицу пространства может содержать. Вот шрифты. Вот шрифт самый насыщенный. Он называется Heavy. А вот шрифт самый легкий, который называется Ultra Light. Между ними, как правило, это два шрифта, которые мы используем чаще всего для наших основных текстов. Это Medium и Demi. Вот здесь вот 7 различных видов насыщенности приведено. Часто в шрифте бывает меньше гораздо. Например, три типа. Это, как правило, Light, Medium и Bold. Ну, хотя бы на этих трех насыщенностях можно разные виды посмотреть. Жирные шрифты, как правило, выбираются для подчеркивания чего-то. Ольга, я не понял вашего вопроса. Наверное, он был контекстный, а контекст уже ушел. Если уточнить, я постараюсь ответить. Так вот, насыщенность влияет и на читабельность, и влияет на то, что вы хотите сказать. Жирные шрифты применяются для выделения, применяются для заголовков. Тонкие шрифты тоже в основном применяются для заголовков. Редко, но применяются для основного шрифта, когда надо подчеркнуть легкость того, о чем вы пишете. Сейчас мы об этом немного поговорим. Прошу прощения. Итак, шрифт, как правило, выбирается парами. Почему парами? Потому что, вообще говоря, на одном экране или на одной странице желательно иметь не больше двух-трех шрифтов. Как правило, двух. Третий шрифт уже лишний, но он может возникать, например, в специальных дополнительных элементах верстки, такие как вставки, врезки и так далее. Вот, поэтому самое главное это выбрать правильную пару шрифтовую. И вот тут я с вами делюсь рекомендациями, которые я почерпнул в блоге компании Tilda. Tilda это замечательная компания, которая имеет сервис по созданию лонгридов. Так, больше не буду об этом говорить, потому что про Tilda много можно говорить. Замечательная компания. Вот, и у них вот в их дизайнерских блоках применяются вот такие вот пары. И они советуют применять такие пары. Первое, самое обычное, это полужирный заголовок. Полужирный это значит болт. То есть, в русском языке немножко другое. Вот здесь мы говорим там medium, demi, болт, heavy. А у нас болт традиционно называется полужирным, а heavy жирным шрифтом. Так вот, полужирный заголовок и нормальный текст, это самая обычная ситуация, которую можно применять в 95% случаев. Не ошибетесь, если не знаете, как выбрать шрифтовую пару, выбирайте это, и она нормально сработает, потому что это то сочетание шрифтов, которое не имеет дополнительного вот этого запаха, легкого запаха, которое передает дополнительный какой-то смысл. Какие другие сочетания? Жирный заголовок и нормальный текст, это когда еще более жирный заголовок, не болт, а heavy. Это энергия, драйв и энергия, вот этот шрифтовой запах, он передает драйв и энергию, это значит, вы о чем-то очень энергично пишете. Ну, вот тут рекомендации, конечно, не для образования, а более общие, анонс концерта, каворкинг, спортивные соревнования, промо-страница тура и так далее. Ну, в обучении тоже можно найти поводы использовать данную пару, помните только, что она передает энергию. Если у вас энергичный курс, например, короткий точечный курс насыщенный, то вот это сочетание очень даже подойдет. Жирный заголовок и тонкий текст. Ну, это вот очень такое сочетание, может быть, редкое, но интересное. То есть, это уместно в том случае, когда надо сочетать одновременно и драйв, и это должно быть эстетически что-то связанное с эстетикой, то есть передать стиль какой-то. Вот, ну, тоже иногда это можно применять. Где это можно применять? Ну, во многих специфических, нет, не назову это специфическими, во многих гуманитарных курсах, где важна эстетическая составляющая, ну, при этом он должен быть тоже короткий, такой интенсивный курс, при этом жирный заголовок и тонкий текст может подойти. Ну, и, наконец, тонкий заголовок и тонкий текст, это чистый стиль. Да, это вот, когда вы пишете о дизайне, когда вы пишете об искусстве, вот, о таких областях, такие, такое сочетание может, может вполне сработать и быть качественным. Полностью я вам рекомендую почитать вот эту статью в тильзе, где-то минут 20, наверное, у вас уйдет на то, чтобы ее прочесть. Ну, и вот там это поясняется более подробно и есть некоторые дополнительные сведения, которые я здесь не упомянул. Поговорим немножко о гарнитуре шрифта, точнее, о классах шрифта. Вот в этой презентации я использую шрифт ARIEL. Почему я его здесь использую? В презентации для вебинара. Ну, за исключением того, что для PowerPoint этот шрифт по умолчанию выбирается. Вот. Ну, а почему он по умолчанию? Это же не просто так. На самом деле тенденция последних десятилетий вообще электронной типографики заключается в том, чтобы использовать шрифт без засечек. Засечки это вот то, чего здесь нет. Вот, например, вот в буковке A здесь не присутствует вот такой вот элемент. Эти шрифты считаются более читаемыми, читабельными в электронном виде и более всем хорошо слышно или только у Эдуарда Михайловича произошел сбой? Раз, два, три, раз, два, три. Поставьте плюсики, слышите меня или нет? Ага, ладно, а то уж я испугался. Ну, тогда продолжим. Так вот, шрифт с засечками в свое время создавался как шрифт более читаемый. То есть, его специально придумали газетчики для того, чтобы можно было легко держать строку. Вот эти все засечки, они создавали горизонталь и по ней легко было глазом ходить и быстрее производилось чтение. Ну, в электронной типографике это не совсем работает. Вот, более того, ну, кроме соображений читабельности появились и дополнительные сочетания. Сейчас отвечу. Вот, и сейчас я приведу некоторые примеры. То есть, есть некоторые тенденции, связанные не только с читабельностью, но и с тенденциями в современном дизайне. Современный дизайн, он обязательно контрастный, он простой, упрощенный, он плоский, то есть, не допускает всяких тенюшек и так далее. То, что было модно еще 15 лет назад, это все ушло. Поэтому и плоские шрифты, они наиболее востребованы. Ну и последний повод их использовать, это для унификации своих приложений. Если вы хотите, чтобы в телефоне и на большом экране выглядело примерно одинаково, то вы используете шрифт без засечек, потому что в телефоне шрифт с засечками совсем плохо выглядит, засечки невозможно разглядеть. Да, Олега, отвечу в конце. Хорошо, спасибо. Вот некоторые примеры, как выглядел логотип Google старый и как он выглядит новый. То же самое, как выглядел значок социальной сети Google Plus раньше и как он выглядит сейчас. Мы видим, происходит упрощение, уходят вот эти засечки, из логотипов и появляются такие плоские, вполне плоские вещи. Так что, если вы используете у себя только плоские шрифты в своих парах шрифтовых, то это хорошо. Можно, конечно, использовать и засечки тоже, но надо всегда иметь в виду, что ваш шрифт может казаться немножко старомодным. А вот развитие гугловского логотипа уже в большей ретроспективе. 97-й год. Вот все. И трехмерность, и тенюшки, и засечки, все вместе. Видите, все модные на тот период 20-летней давности элементы дизайна присутствуют. 99-й год. Тени стали поменьше, зато стали побольше немножко вот эти засечки. Трехмерность осталась. 2010-й год. Осталась трехмерность, но совершенно ушли тени, засечки пока остались. 13-й год. Трехмерность ушла, остались одни засечки. И наконец 15-й год. Это то, что сейчас логотип Google совершенно плоский тип шрифта. Все очень экономно и без излишеств. Аналогично для Microsoft. Вот развитие вот так идет. В конце концов логотип Microsoft тоже без засечек. Примерно аналогично с Lenovo. Здесь правда изначально текст был без засечек, но зато были вот такие элементики красивые с очень высоким контрастом шрифтовым. Здесь все очень жирно одной линии нарисовано. Ну и наконец заканчивая рассказ про то, какие выбирать шрифты с засечками или без засечек, я вам предлагаю сразу после вебинара, ну или не сразу, вечерком, посмотреть вот этот замечательный фильм, фильм час двадцать идет, по-моему, легендарный фильм, документальный фильм, который посвящен одному единственному шрифту, который называется гельветик, а как он изменил мир и как этот шрифт подействовал на дизайн и вообще на нашу действительность. Вы знаете, я этот фильм пересматриваю с большим удовольствием и вам очень советую посмотреть, чтобы вы просто вобрали в себя вот эту идею, как многое зависит от шрифта и от типографики. Ольга обещала ответить после, поэтому я и отвечу после. А пока пойдем с вами дальше. Так, вот это у меня перелистнулось. Перейдем к следующим вопросам. Соблюдаем типографику. Что здесь неправильно вот в этом? Да, кроме того, что здесь шрифт с засечками, да, но это не ошибка. А вот теперь напишите, пожалуйста, в чате, какие неправильности вы здесь видите при отображении вот этой фразы. Специально использовал шрифт с засечками, потому что в нем эти неправильности видны сильнее. Так, кавычки, они не разные, они неправильные. Да, верно. Дальше. Какие еще предположения? Нет, размер букв нормальный, он соответствует шрифту. Даты после заголовка нормально, это из книги взято. совершенно верно, вместо тире дефис. Ну и потом это не связано с типографикой. Дерево крупное, ну вот так и было, вы знаете, это какой-то участок текста, без контекста трудно же понять, что это такое. Это подпись, подпись, это две разные строки, подпись к картине. давайте, давайте считать. Нет, интервал, интервал не разный, просто это две разные, вот здесь вот другая идет, другой участок текста. Это не две разные строки. Итак, первое, кавычки, елочки, вместо просто, прошу прощения, кавычки, не елочки, вот одинарные такие кавычки. Второе, это первая ошибка. Вторая ошибка, использование дефиса вместо тире. Грубая ошибка, которая плохо влияет на восприятие. Вот здесь использование дефиса вместо полу- полу- длинного тире. И наконец, вот здесь использование буквы Х вместо сдачка значка умножить. Совершенно верно, надо елочки в русском тексте. Русская типографика отличается немножко от другой типографики, но вообще говоря, ни в одном языке такие кавычки не используются. Эти кавычки пришли к нам из машинописного текста, когда невозможно было обеспечить хорошую типографику, и остались с нами, вот до сих пор они используются. Но по-хорошему надо, конечно, использовать елочки. Ну и пятое, о чем здесь мы пока не говорим, это вот здесь должен стоять обязательно неразрывный, так называемый неразрывный пробел перед тире. Ну а вот как это должно выглядеть на самом деле. Вот они правильные кавычки. вот оно длинное русское тире. Вот оно полудлинное тире. Это западного типа. Оно все больше проникает в нашу типографику, пока оно не заменило вот это тире большое длинное, которое мы продолжаем применять, может быть, заменят через некоторое время, но оно уже применяется во многих областях, например, в перечислении периодов каких-то. Вот от и до, там, где можно сказать от и до и между цифрами, то оно пишется так. При этом оно не отбивается пробелами с двух сторон, а большое тире, оно всегда отбивается пробелами с обоих сторон. Ну и, наконец, специальный знак вот здесь вот в области умножить. волосяные пробелы у половинного тире. Хороший вопрос, да. Ну, хорошо, давайте, нет, давайте мы его отложим до рассмотрения пробелов, это особый вопрос. Вот такой вот, у меня есть такой взгляд, когда я вижу в лендинге какого-то электронного учебного курса, который предлагается за деньги, вот эти кавычки лапки вместо елочек и дефисы вместо тире, то я с большой вероятностью, даже если эта тема мне интересна, я уйду. Ну и, если я этот курс все-таки решу купить, то в моей голове справедливая цена за этот курс уже упадет. Вот, то есть, я прямо с фасада вижу, что меня не очень не очень уважают, потому что используют вот такие вот элементы, которые замедляют чтение, которые делают текст неэстетичным и так далее. Какие все-таки есть варианты и что можно по этому поводу почитать, потому что ну так вот легко сказать кавычки, дефисы, неразрывные пробелы, есть масса мелких нюансов, которые надо учитывать. Вот есть несколько коротеньких статей, которые по этому поводу есть в интернете, которые надо почитать. По поводу кавычек в лебедевском руководстве есть статья, как можно писать и как нельзя пишут. Вот так вот можно по-русски делать. Это вторичные кавычки, которые используются например, когда внутри одних кавычек надо использовать другие кавычки. По-английски никаких елочек нет, есть вот такие варианты. Но вот эти варианты абсолютно недопустимы. Это значки совсем другие, это значки минут, секунд, либо дюймов, а к кавычкам они отношения не имеют. С черточками все сложнее существует, да, черточки я так в кавычки взял, потому что это сленг. К черточкам относятся дефисы, минусы, короткие тире, длинные тире и так далее. Ну вот надо иметь в виду, что в шрифте, в хорошем продвинутом шрифте может существовать там до 5-6 видов разных черточек. Ну вот 4 как минимум здесь упомянуты, это дефис, то, что мы стараемся использовать всегда, не задумываясь вместо любых видов черточек. Минус, сейчас про минус я скажу. В хорошем шрифте минус, мало того, что он немножко длиннее дефиса, он еще и менее насыщенный, а с другой стороны он располагается в другом месте. Дефис располагается по середине строчных букв, а минус располагается по середине, ну, по вертикали я имею ввиду, вертикально располагается по середине цифр, а цифры соответствуют большим буквам, то есть он смещен наверх относительно дефисом. Но часто в шрифтах отдельного минуса нет, и он заменяется либо дефисом, либо иногда коротким тире. Кроме того, во многих шрифтах различия между минусом явные, они на самом деле не такие явные. Поэтому дефис все-таки можно использовать в знаках. Если вы, конечно, верстаете математическую книгу, допустим, для учебника какой-то для третьего или четвертого класса, лучше использовать шрифт, в котором есть минус нормальный, он более читаемый. Ну и последнее это короткое тире и длинное тире. Я про них уже рассказал. Короткое тире пришло к нам из западной традиции, а длинное тире это традиция русская. Мы всегда применяли в качестве нормального вот такого тире, внутритекстового длинное тире. Однако вот особенно со времени появления электронных средств различных, таких как верстальные системы электронные и просто шрифты, ворд и так далее, короткое тире стало все глубже проникать к нам. и я прогнозирую, что тире длинное возможно лет через 10-15 потихонечку вымрет, потому что оно такое содержит сильную нагрузку, оно слегка разрывает горизонтальный ритм и так далее. Но тем не менее пока мы используем длинное тире и так далее. Знак переноса эквивалент индефису, как правило. С переносом особый разговор, перенос в электронном тексте перенос почти не используется. То есть переносы когда хороши, во-первых, когда мы отверстываем текст по ширине, а по ширине это можно делать на бумаге, но в электронном виде это делать невозможно, потому что браузер не знает где перенести. Он не настолько умный, чтобы в течение секунд совершить ту работу, которую верстальщик совершает в течение нескольких минут с приложением своего интеллекта. Когда верстальщик верстает книгу, там, конечно, стоят автоматические переносы, но он всем этим делом управляет, чтобы это было красиво и так далее. Возложить это на браузер пока не удается. Поэтому и автоматические переносы мы в электронных текстах не ставим, поэтому мы в электронных текстах никогда не используем отбивку по ширине, то есть с двумя ровными границами справа и слева. если вы видите такое на странице, то скорее всего это неграмотный верстальщик, который пришел из бумажной верстки и продолжает использовать свои наработки в новой области. Почему это плохо? Потому что если не переносить, то в электронной верстке создается жидкие, так называемые жидкие строки, огромные промежутки между словами и они смотрятся гораздо хуже, чем неровная граница справа. По этому поводу вот есть две статьи интересные двух авторов. Это Артемий Лебедев в вководстве и Ростислав Чебыкин. Очень интересный человек, который много писал в свое время, к сожалению, в последнее время не пишет о типографике русской. Вот у него есть тоже такая статейка вся правда о черточках. Можете почитать. Разные люди немножко по-разному тут рекомендуют, потому что именно в случае тире и дефисов существует масса разных вариантов. Например, тот же вот давайте вернем вот перечисление не перечисление а от и до тут может быть вариант например содержащий только цифры, а может быть вариант когда с обеих сторон или с двух сторон буквы стоят. Например словами написаны 2-3 либо только с одной стороны слово а с другой стороны цифра. В этом случае вот здесь вот в этом примере мы видим что короткая тире не отбивается пробелами а в том случае отбивается ну и так далее посмотрите тут много интересного написано следующий что следующая ошибка которая часто применяется это использование вместо спецсимволов ну лень же искать в таблицу залезать смотреть где и что вместо спецсимволов использовать заменители суррогаты ну самый такой распространенный суррогат это вот здесь вот я сейчас вам напишу это знак копирайта вот в таком вот виде ну c иногда с большой буквы пишется неважно вот это плохо и это очень тоже нехорошо влияет на восприятие текста поэтому если спецсимвол нужный вам спецсимвол есть в наборе символов то используйте в наборе символов того шрифта который вы используете то надо его использовать обязательно по поводу спецсимволов тоже есть две даже больше да две статьи которые желательно прочесть у Лебедева и у Чебыкина и кроме того вот это вот обязательно себе в закладке закиньте официальный сайт стадата Unicode Unicode прошу прощения здесь вы можете найти вообще все символы которые стандартизованы и которые применяются это не значит что в вашем конкретном шрифте все эти символы есть но это значит скорее всего значит что ни в каком шрифте ну кроме там Dingbat которые значочки красивые рисуют ни в каком шрифте никаких других символов кроме вот этих вы не встретите более того если какой-то у вас символ совсем уж такой интересный то его можно прямо с этого сайта копипейстом взять и вставить в ваш ваш документ варде и он там появится если только ваш шрифт это поддерживает иногда очень помогает ну и кроме того просто посетите этот сайт он так систематизирует представление о том какие шрифтовые символы вообще существуют в природе ну и теперь немножко о неразрывных пробелах и возвращаясь к вопросу о том что о волосяном пробеле и так далее к сожалению у нас в электронной типографике не существует никаких пробелов кроме двух видов это обычный пробел и пробел неразрывный что означает неразрывный пробел это ну вот в варде он обозначается такими знаком похожим на знак градуса вот обращаю ваше внимание что это непечатный символ разумеется вот это и это не будет воспроизведено это невидимые знаки при печати их не будет ну и соответственно при печати в конечный вид электронного документа их тоже не будет это просто обозначение которое показывает что тире нельзя переносить на следующую строку строка не может начинаться с тире тире обязательно надо оставить последним на строке если вот пришло время переносить строку что тире должно остаться с этой стороны то же самое про инициалы и фамилии про значки размерности и во многих во многих других случаях вот действительно в старой типографике в бумажной типографике существовал существовало понятие половинного пробела и четвертного пробела и такие пробелы часто использовались и вот здесь вот и особенно вот здесь вот например между двумя инициалами ставился четвертной пробел а четвертной прошу прощения не четверной а четвертной пробел а между инициалами и фамилией ставился половинный пробел к сожалению эти эти вещи утрачены пока несмотря на то что для половинного и четвертного пробела есть соответствующие символы в HTML но реально получить их очень редко когда удается с реальными шрифтами вот и это в некотором смысле это беда электронная электронные верстки вот но не такая уж большая поэтому вот так вот например в фамилии можно всегда здесь использовать пробел а между инициалами можно либо использовать неразрывный пробел либо не использовать то есть сделать их просто слитными чтобы это было немножко так поближе друг другом это конечно не очень красиво смотрится но других выходов к сожалению у нас нет вот случаи где неразрывные пробелы уместны и нужны это говорит о том что нельзя переносить на другую строку инициалы нельзя переносить на другую строку размерности например года короткие короткие слова одно двухсложное ну трехсложное уже наверное можно нельзя переносить тоже то есть строка должна начинаться и в хвост и в гриву должна начинаться с союза или предлога а не заканчиваться строка должна уже рассмотренный случай с тире длинным ну и вот вот такие вот тоже сокращения в них тоже это тоже не единственные варианты очень много способов где использовать неразрывные пробелы поэтому у меня тут да по этому поводу нет отдельной статьи но вот приведенные примеры они не исчерпывающие конечно но вот частые способы какой комбинацией клавиш набирается неразрывный пробел это смотря от того где вы где вы это верстаете например если вы используете word для первичного набора то это control shift пробел если не изменяет память вот и кстати и длинные тире можно набирать прямо с клавиатуры это control alt минус вот ну ладно об этом не будем в word проще всего их конечно делать ну а при верстке в других системах например в tilde той же там есть просто типограф который сам вставляет эти пробелы в соответствующее место ну такой наш специфический русский вопрос применять ли букву йо я считаю что ее почти всегда надо применять и вот хотя правила русского языка говорят другое это скорее не правило а такие рекомендации о том что используем йо когда без нее непонятно слово и не используем когда понятно но я предпочитаю использовать всегда букву йо и вот вам пример почему буква йо нужна эта фотография с одной из выставок да прохожу читаю королевский колледж космического машиностроения думаю какой королевский колледж не все же знают что есть такой город королев да вот в данном случае буква йо совершенно необходима вот так что используйте больше буквы йо хуже не будет да ну и вот например многие наши соотечественники не знают что популярная в свое время художница в начале 20 века Елизавета Бем была Елизавета Бем а не Елизавета Бем да вот это случай когда всегда надо использовать букву йо ну и наконец даже в нашей русской википедии есть сторонники разных подходов и вот люди могут себе в своем аккаунте шильдики присваивать вот партия тех кто использует йо всегда я к ней принадлежу вот ставить себе в аккаунте такой шильдик который говорит о том что я всегда использую букву йо в русском языке да буква йо молодая на самом деле действительно она 18 века если не изменяет нет ее по-моему не Карамзин ввел а Дашкова если не изменяет только память в 17 году да совершенно верно Дашкова ввела вот так что не переходим на англоязычный стиль без верхних умляутов все таки уважаем наш язык итак резюмирую какие статьи хорошие большие надо почитать это вот эти две статьи повторяю маленькие статьи повторять не буду они такие их надо обязательно прочитать это по конкретике какие большие книжки можно почитать по этому поводу текстовое содержание сайтов Ростислава Чебыкина замечательная книга ну слегка может быть устарела она выходила в начале 2000-х годов и вот я тут совершил может быть небольшой некорректный поступок я эту книгу разместил в электронном виде в ресурсах кто хочет может ее скачать ну в связи с тем что она долго не издавалась ее практически невозможно купить ни в электронном виде ни в не в бумажном виде а она очень очень полезна вот ну и такая фундаментальная книга это справочник Мильчина справочник издателя и автора может быть она немножко избыточна для автора но вообще говоря там указаны все все вопросы вот которые я здесь указал и много много других исключений потому что из всяких правил есть исключения особые случаи и так далее и когда мы верстаем эти особые случаи постоянно нас преследуют вот в этой большой последовательной книге это все есть к сожалению это библиографическая редкость последний раз этот справочник в исправленном виде издавался как раз издательством связанным с Артемием Лебедевым ну и насколько я понимаю она существует только в бумажном виде стоит там достаточно больших денег и издавалась очень маленьким тиражом поэтому где взять ее не знаю если знаете где берите но как правило вам достанется издание 20-25 летней давности оно может быть уже не совсем актуально но все равно будет полезно вот ну и последнее вот все эти вещи не всегда корректно но в большинстве случаев там 95% случаев можно автоматизировать если вы используете так называемые типографы типограф это специальная программа или сервис при помощи которой можно вот эти вот вещи корректировать правила корректировать автоматически то есть дефисы менять на тире там где это надо и не менять на тире там где это не надо неразрывные пробелы проставлять там где надо оставлять обычные пробелы там где нужно обычные пробелы вставлять спецсимволы где они явно видны что вместо спецсимвола применяется суррогат и так далее один из популярных типографов это типограф лебедева на его же сайте находится вот здесь вот большим количеством настроек потому что тут еще можно настраивать жесткий режим не жесткий режим и так далее иногда после типографа там так много образуется неразрывных пробелов что там строки получается очень рваный правый край тут тоже надо аккуратным быть не переусердствовать ну и прочие настройки тоже есть ну этот типограф более простой который я использую потому что я в основном верстаю свои тексты учебные в сервисе тильда вот там есть просто встроенный очень удобная вещь встроенный типограф нажимаете на кнопочку и вставляется вставляется тире вставляется неразрывные пробелы они почему-то здесь вот обозначается вот таким вот неприятным видом вот прямо как в html вот но при печати потом они заменяются на реальные неразрывные пробелы а вот это очень удобно вообще очень удобно когда типограф прямо встроен в тот инструмент где вы все пишите или создаете верстку вот и в данном случае я вот очень рекомендую вам этим таким вариантом пользоваться если вы пользуетесь вордом что там существует такой полу типограф потому что он работает не по кнопочки а прямо по набору текста то есть когда вы набираете текст у вас потихонечку тире меняется на другие на правда полу длинные тире ворд ставит не ставит длинная и это кстати один из вариантов почему в конце концов длинные тире нас покинет скорее всего потому что те текстовые редакторы которые мы используем они используют западные правила все таки хотя вот русское правило про по постановке кавычек елочек ворд очень хорошо выполняет и делает это там где надо вот про типографы тоже поговорили да ну и вот в тильде тоже отображается вот такой вот элементы шрифта слева так что это тоже можно 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 все использовать так я хотел бы ответить на вопрос по поводу элементов связанных с версткой отступов интер линьяжа и так далее а вот я являюсь большим поклонником решений где то есть я считаю что нам с вами не надо становиться профессиональными верстальщиками потому что вот эти вот вещи связанные с длинными строк интер линей интер линьяжа трекингом и прочими вещами геометрическими они уже достаточно сложные и они апеллируют к нашему вкусу и дизайнерской подготовки поэтому я вот как раз использую такие редакторы типа тильды которые вместо того чтобы заставлять вас верстать текст заставляет вас вставить соответствующий текстовый блок в котором уже все определено там уже все сделал дизайнер он определил каким размером будет заголовок каким размером будет основной шрифт какой там будет интер линьяж какой там будет какая ширина блока будет ну и шрифтовая пара тоже выбрана то есть за вас все уже выбрано вы не обязаны становиться дизайнером вы просто обязаны знать основные какие-то дизайнерские вещи потому что глубоко погружаться в дизайн и верстку это не наша задача вот именно поэтому я про это сегодня и не говорил потому что ну тогда мы просто превращен на что задача какая с тем чтобы каждый из нас мог делать красивый красивые качественные учебные тексты а это решается другими способами ставкой хороших шаблонов и использованием хороших шрифтовых пар и так далее вот в этом ну и да вот у меня где-то тут был я все-таки до отвечая на вопрос я вот прямо вчера встретил хорошую статью по поводу как раз вот этих вот геометрических вопросов очень интересный текст который говорит о том что надо соблюдать некий равносторонний треугольник это условное понятие где одной стороной треугольника является размер шрифта другой длина длина строки и 3 если не изменяет жирность память вот так ну вот собственно и все что по типографике я хотел вам сказать по типографике конечно можно говорить много и долго но это основные вещи пользуясь случаем я хотел бы вас ой да видно что какой-то студент присутствует давайте мы это удалим а в следующий раз будем блокировать за такие вещи а ну что ж пользуясь случаем хочу пригласить вас на свой курс который будет проходить в конце мая и в июне вот будет он называться учебный цифровой контент это очень просто это один из тех трех курсов которые я веду совместно с компанией ракурс который проходит каждый год вот недавно закончился курс который называется профессиональная разработка электронного учебного контента кстати эта тема как раз из этого курса вот ну а это следующий курс можете ознакомиться по вот этой вот ссылки контенте тильда в с давайте воспроизведу здесь можете ознакомиться с составом этого курса если вдруг вам будет интересно то посмотрите а ну что ж вот мы слегка не уложились в наши в наш час ну я думаю что разумное время потратили на это все напоминаю что вот те статьи которые я привел их очень желательно почитать они получите удовольствие от этого а вот ну и тот фильм который я тоже привел как-то вечерком за чаем обязательно посмотрите он ну просто классный кто любит дизайн тому очень понравится вот этот фильм который почти полтора часа об эстетике шрифта рассказывает ну просто замечательно а ну что ж коллеги спасибо за ваше участие в вебинаре я если я вдруг не ответил на чьи-то вопросы пожалуйста продублируйте я попробую ответить ну и вообще сейчас появляется в сети большое количество по электронной типографике текстов читайте их они они хорошие они написаны дизайнерами которые разбираются в этом и старайтесь это все использовать в своей практике а ну что ж пришло время нам с вами прощаться я напоминаю что вторая часть нашей сегодняшней темы будет послезавтра приходите и поговорим об интеграции текста в иные медиа и наоборот об интеграции иных медиа в наш любимый учебный текст всего хорошего до встречи на новых видео